Несбыточная мечта уже частично воплотилась в жизнь. У инклюзивного ресурсного центра появилась крыша над головой. Это здание администрация Самары передала по договору безвозмездного пользования. Дело осталось за малым – сделать ремонт. Но пока денег у центра нет. Но здесь верят, что это ненадолго. Уникальный в своем роде центр помог бы сотням людей, которые от рождения или по воле судьбы стали инвалидами. Было бы неплохо, если бы здесь был тренажерный зал. Адаптивный, удобный для посещения людьми как с особыми потребностями по здоровью, так и другими. Потому что все-таки тоже должна соблюдаться инклюзия. И я надеюсь, что не будет отделения от общества в целом, что это учреждение смогут посещать все. После ремонта здесь планируют открыть гончарную мастерскую, инклюзивный театр, специально оборудованный тренажерный зал. Кроме того, в центре будут помогать инвалидам найти себе занятие по душе. Таких инклюзивных центров полного цикла в России пока нет. Уже сейчас 400 специалистов со всей страны хотят приехать на стажировку. С 2014 года моя команда изобретает современные инклюзивные практики. То есть те форматы мероприятий, где может принять участие человек с любой формой инвалидности, вместе и наравне со своими сверстниками без инвалидности. Мы редко попросим о помощи. Обычно сами идем и помогаем. Но сейчас помощь нам очень нужна. Когда-то здесь располагалась редакция газеты, но потом она съехала и помещение опустовало 12 лет. За это время здесь все пришло в негодность, поэтому для строителей фронт работ большой. Предстоит отремонтировать 370 квадратных метров. Первым делом нужно заменить старые коммуникации, прогнившие полы, окна и подоконники. Ресурсы этого здания, помещения просто шикарные. То есть технические площади, здоровые несущие конструкции. Я не вижу эти форматы критические. Вот все класс. Здесь, конечно, нужен глубокий капитальный ремонт. В конце ноября будет аукцион, средства с которого пойдут на ремонт помещения. Поучаствовать в нем может любой желающий. Пока время, место и точная дата не назначены. Но в ближайшее время в социальных сетях в группе инклюзивного ресурсного центра появится информация. Помимо того, что нужно сделать ремонт в помещении, еще предстоит создать инфраструктуру вокруг него. В первую очередь отреставрировать лестницу. А также нужен пандус, перила и парковка. Для того, чтобы люди с любой формой инвалидности могли с комфортом добраться до центра. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.